итак дорогие друзья мы снова с вами вместе и сегодня я продолжаю сиреневую серию несмотря на то что сегодня праздник может именно поэтому итак я собрал побольше букет еще там добавил чтобы как бы более так это смотрелось шикарненько и положил здесь парочку таких для композиции я сегодня хочу вам показать как можно сделать из фотографии в общем то небольшую картину скажем тогда в стиле старых пастеров вот вы знаете я на картоне это картон нарисовал вот такую такой фон и ясно его немало да но если мы настроим камеру на автоспуск и заранее уберем автоматическое фокусирование то есть наведем один раз и все и что я сейчас намерен делать то есть я включаю и пошел вот сюда поставлю здесь сейчас так а теперь с другой стороны вот так а то что у меня в середине не хватит да я сейчас это компенсирую тем что просто поставлю середине потом ставлю это внутрь так теперь вы скажете со светом со светом у меня по прежнему свет с левой стороны вспышка потом контролей у меня чтобы зажать как бы в клещи здесь и напротив немножко подсвечивает еще один софтбокс так сфотографировали ну теперь вам скажу так чтобы под старину сделать тут без фотошопа как бы не обойтись можно да можно но давайте себе представим что у вас нет таких наворотов как у меня там есть вот деревянный фон и куст сирени да и разрисованный грунт так давайте заберем все эти три картинки на один то есть вот это и вот допустим средняя левая правая так здесь поставим маску белую и черный кисточка начинаем проявлять где она у нас так ну вот я предполагал что мне не хватит и немножко да это не проблема потому что мы с вами сфотографировали еще в серединке и вот эту серединочку мы сейчас сюда подгрузил эти две соединены так и тут тоже маску поставим и начнем сейчас черной красочкой вот так соединять все больше нам ничего не надо готово их три руки получилась вот такая штука у нас уже получилось отлично теперь собираем все на одну готово посмотрим что у нас горизонтом горизонт чуть-чуть за два чуть-чуть давайте мы его выпрямим вот так и посмотрим сразу отформатируем какой у нас этот формат лучше будет я предлагаю 3 4 4 4 3 4 3 как бы чуть-чуть так это не вписывается да так ладно вот так я бы хотел вот так бы я бы хотел это все так это значит что эту часть мне придется продолжить немножко так ну что ж теперь просто-напросто сделаем следующее возьмем простой нормальное выделение так то же самое сделаем и здесь вот так активно начинает вырисовываться это уже хорошо но вот это светлость как бы которая была рассчитана только на букет вот здесь мне она абсолютно не нравится и поэтому мы с вами сделаем следующее мы сейчас затем не вот этот вот наш вот таким образом вот таким образом почти ничего не видно да то есть я использую вот этот ползунок и нижний ползунок ползунок и начинаем и начинаем колдовать можно конечно такие сделать еще но это уже будет перебор так поэтому мне нужно так чтобы я зацепила еще и вот этот листок где-то вот так хорошо и теперь уже кисточкой подправляем там где нам это нужно допустим допустим вот этот аккуратненько чтобы не задевать тени тут так не допускаем совсем ухода в темноту не надо нам это не надо нам это не надо нам это не надо нам это смотрим на общий ну где-то вот так наверное было бы уже неплохо так соединяем ctrl shift alt e вот так и еще раз это уже сделаю для чего потому что я хочу еще вот с этим углом поработать теперь я делаю черную маску и вот здесь я возьму уже нормальный градиент и буду теперь белым подгонять вот так а это много было ну вот так вот это тоже много тут надо подходить к этому творчески не спешите потихонечку не спешите потихонечку в маске мы всегда можем пойти и сказать что нам надо и чуть вот так вот так хорошо сводим опять на один и теперь делаем как бы еще с одного может быть угла затем следует вот этот угол мне не нравится как бы хочется его чуть-чуть темнее иметь так и вот так все переводим в черную маску берем кисточку и здесь уже вот так вот так вот все и сможем чуть-чуть ну и в принципе сейчас я еще тут немножечко беру вот так у нас получился готовый такой натюрморт в стиле старых голландских мастеров если вам это не на стоке где всегда за шумами следят там за всякой этой ерунду они ничего не понимают в этом да то в принципе вы можете взять если вы это делаете для себя вот у меня тут сейчас я найду есть текстура вот такая я ее сейчас применю то есть то же самое ctrl-a, ctrl-c, ctrl-fal вот сюда и растянув ее здесь так я сейчас начну искать подходящие но обычно это мягкий свет вот оно мягкий свет так ну и так как он все равно жестковато себя ведет то мы его конечно уменьшим немножко вот так 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 и пробьем опять же серединку сделав так чтобы он не особо так это действовал на наши указываем указываем там где мы это не хотим готово есть еще раз сводим все на окно смотрим ну вот как бы видно что давайте сравним вот так у нас нет вот так у нас было так у нас стало на всякий случай перенесем этот наверх так и уберем начинаем убирать потихоньку вот так вот так 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 если у нас слишком жестко получилось да вот здесь слишком жестко сверху мы можем таким образом поправить теперь следующий шаг это нам нужно высветить высветить немножко вот так допустим не обращаем внимание ни на что делаем черное и ищем места где бы нам надо подсветить вот я бы тут еще немножечко подсветил так бы ненавязчиво но всегда аккуратненько теперь на 75 уведем на 60 даже готово сравниваем да мы подсветили только там где это нужно было готово так и все дорогие друзья мы с вами сделали такой довольно таки интересный на мой взгляд натюрмортик который хоть сейчас в рамочку вставляй так добавим чуть-чуть резкости добавим чуть-чуть резкости так ну в общем то вот мы такую картиночку получили который действительно напоминает работа старых мастеров это один из моих секретов которым я хотел сегодня с вами поделиться в честь праздника сделать вам небольшой подарочек ну а я поехал домой потому что там жена делает пирожки а я их очень люблю всего доброго с вами был фирма Петерсон и я Эдуард Петер пока ну а я и и и и и Продолжение следует...